Здравствуйте! Коротко и емко мы готовы рассказать об основных событиях этой недели. Сегодня в выпуске. Как ивановцы отреагировали на арест Павла Конькова? Калиновское отделение общей врачебной практики открыто для пациентов. Сколько стоит труд подростков? Где в Иванове появится новый бассейн? Какую сумму выделили на ремонт стадиона текстильщик? Задержали, исключили из партии, а потом Басманный суд Москвы принял решение о заключении Павла Конькова под стражу на срок до 30 июля. Очень быстро и неожиданно закрутилась воронка нехороших событий вокруг экс-губернатора. Нет, наверное, смысла пересказывать историю про 700 миллионов рублей и ивановский бройлер. Все видели оперативное видео. Наш телеканал спросил простых ивановцев, как они относятся к этой новости. И вот что поразило. Никакого злорадства в адрес Павла Конькова в умонастроениях нет. Наоборот, говорят, не верим, не мог он так. Комментарии в социальных сетях гораздо жестче. Там наоборот, казнить нельзя помиловать. Вот такая разница реальных и виртуальных мнений. В Калиновском поселении открыто новое отделение общей врачебной практики. Оно является структурным подразделением седьмой городской больницы. В отделении ведутся два терапевтических приема. Работает педиатр, стоматолог. Есть дневной стационар и физиотерапевтическое отделение. Современный ремонт и никакого больничного настроения. Мы вплотную работаем с населением. Это было их пожелание, приблизить к ним качественную помощь. Очень пользовалась спросом стоматологическая помощь. Поэтому мы и создали здесь стоматологический кабинет и, соответственно, оснастили его. В Иванове началось строительство первого и пока единственного в регионе 50-метрового бассейна. Он станет частью большого частного спорткомплекса, который уже начали возводить на Лежневской. Желающим поплавать не обязательно будет покупать дорогостоящие абонементы. Посетить бассейн можно разово. На особых условиях объект смогут посещать юные спортсмены. Мы планируем реализовать программу, мы ее так предварительно назвали «Олимпийские надежды», в рамках которой есть амбициозные планы по воспитанию спортсменов, начиная от мастеров спорта и заканчивая олимпийскими победителями. Тренировочный процесс рассчитан на 15 лет для детей в возрасте 7-8 лет, это оптимальное время для того, чтобы человека из подающего надежды ребенка сделать олимпийским чемпионом. И практика такая в советские времена была. Мы хотим эту практику возобновить. И вот эти группы, спортивные группы по плаванию для детей, которые профессионально занимаются спортом, они будут бесплатными. То есть это такой своеобразный социальный лифт. Дети не должны зависеть от дохода своей семьи, от своих личных доходов для того, чтобы иметь возможность посещать бассейн. Именно на этом построена программа социальная этого клуба, этого спортивного центра. На этой же неделе была озвучена информация о строительстве бассейна Ивановского энергетического университета. Приказом Миноборнауки утверждено решение о субсидировании. Здание будет построено на перекрестке улиц Рапфаковской и Красных Зорь. В первый рабочий день лета на набережной Уводе торжественно открыли школьную трудовую компанию. В этом сезоне к общественно полезным работам привлекут около тысячи человек. В зависимости от возрастной категории школьники получат от 4,5 до 6 тысяч рублей за 12 дней. Работать придется по три часа. Этим летом ребята будут благоустраивать городские парки, скверы и набережную. Новые точки аллеи на Шубинах и проспекте Текстильщиков. Займутся озеленением, мелким ремонтом и уборкой мусора. Вообще это очень, я считаю, очень полезно для подростков, так как они вообще начинают ценить труд, начинают ценить, что такое зарабатывать деньги. И очень многие, которые не по первому году ребята у нас работают, они вообще становятся совершенно другими. То есть понимают, что мусорить в городе уже не так они будут. И тут отмечают, что вот мы убираем, а кто-то бросает. И сами уже этого не делают. Уверенной игрой в сезоне победой над командой Коломна текстильщик обеспечил себе право в следующем сезоне выступать в Футбольной национальной лиге. Поздравить с этим игроков и тренерский состав приехал губернатор Станислав Воскресенский. Он поставил несколько ключевых задач, велел побеждать и обещал со своей стороны помощь. На ремонт домашнего стадиона глава региона выделяет 15 миллионов рублей. В этой связи сейчас выделили уже деньги в бюджете на ремонт стадиона. Будет частично отремонтировано поле, освещение, еще будет проведено ряд работ, раздевалки, чтобы целиком соответствовать требованиям, лицензионам, которые сейчас жесткие, для того, чтобы играть и побеждать, надеюсь, в ФНЛ. Все ключевые события этой недели мы постарались уместить в пяти коротких сообщениях. Полные версии сюжетов смотрите в наших социальных сетях и у кабельного оператора Интеркомтел. За плечами пять рабочих дней, а впереди выходные, отпуска и целое лето. Увидимся на РТВ.